Двигаемся дальше, двигаемся к 10 этапу, у нас последняя неделя остается перед переходом на 10 этап, уникальное время, поэтому сегодня долго не будем засыживаться, обговорим очень важные моменты и пойдем дальше, да, делать свои позитивные, уникальные результаты закрытия 9 этапа. Ну что, нельзя не вспомнить или не отметить уникальные события, я думаю, что большинство из вас читали и смотрели новости, но мне очень хотелось все-таки акцент сделать, как красиво Индия, Беларусь и прекрасная фотография все вместе, и правительство, и Skyway, и наше будущее, и наши возможности, и ваше, как говорится, позитивное настроение, и ваш труд в этом тоже все-таки был приучастен. Поэтому это уникальное событие, очень красивая газета, интересно, и это не только это, да, вы знаете, что там выставка, там форум, выступлений нашей компании, так что читаем новости обязательно, да, читаем новости, используем это и радуемся этим важным-важным событиям в целом, которые происходят так далеко от нас, и в то же время кажется близко, потому что мы часто наблюдаем и следим за всем новостям в этом регионе, в регионе Индии. Это уже считается так, кажется, как наш регион, да. Если говорить о регионах, то спасибо всем, кто сегодня зарегистрировался, вот вижу последние записи ваши, и Россия, Молдавия, Италия, и Катигорск, и так далее, всех не успею назвать, но я заметила, что многие сегодня вели изменения в регистрации на нашу встречу, так как нас сегодня очень много, то всех новых гостей я тоже приглашаю сделать небольшие коррекции при своей регистрации на вебинары и регистрируя свое имя, зарегистрировать свою страну, свой город. Тогда не придется это дополнительно вручную писать, и всегда останется в памяти, и очень приятно видеть, с каких стран у нас находится возможность встретиться и общаться всем вместе. Так что в таком хорошем боевом настроении продолжим эту уникальную неделю до 19-го числа, да, и, наверное, самые главные акценты. Утром встречались с региональными координаторами и ключевыми людьми всех стран и групп. Я рада, что сегодня столько людей, а сегодня огромных новостей не будет, потому что мы эту неделю посвящаем только еще девятому этапу. Мне очень хотелось, чтобы вы только видели все преимущества этого этапа и не мечтали уже о десятом, в таком смысле, чтобы не бежали впереди и не искали там какие-то новые другие возможности, потому что лучшая возможность на данный момент именно сейчас здесь, в этот момент, в этом этапе. И поэтому сегодня несколько акцентов. Очень важный наш вопрос, конечно, в платеже, да. И хочется еще раз небольшой-небольшой акцент сделать на то, что делайте акцент, делайте акцент на международные банковские переводы, но при этом будьте внимательны. Кстати, хорошая новость о том, что на выходных уже полным ходом работали карточки, вчера проверяли, сегодня проверяли, идет система оплат через Visa MasterCard. Кому это удобно, пользуйтесь. Это всегда такая временная услуга, которая моментами работает прекрасно, моментами идет какие-то задержки. То есть не устаем от этого, просто через какой-то промежуток проверяем еще раз, кому удобно, пользуемся. Но параллельно этому всегда самый, как говорится, стабильный метод, который никто не отменял, это классический перевод денег и международный банковский перевод. Для тех, кто представляет не европейский рынок, это является международным банковским переводом. Для тех, кто делает переводы внутри Европы, вы можете выбрать опцию предложений европейский перевод. И как один, так и другой сработает, просто международный требует немножко больше оформлений на документацию. Именно на создание платежного поручения европейский проходит очень быстро и вся необходимая информация заполняется намного короче. Поэтому выбирайте то, что вам удобнее. И быстро пробегусь, это, по-моему, уже у нас такие обговоренные слайды, здесь долго не хочется останавливаться, просто здесь акцент делаю именно на выбор валюты. Будьте внимательны. То есть мы можем оплачивать в разных валютах. И вы можете получить свой заказанный документ, invoice на оплату, на вам подходящую валюте. Но есть очень большой такой важный момент, нюанс, который нужно соблюдать. Выбирая валюту, вы получаете invoice именно на эту валюту. На это выдается специальный банковский счет. Банковские счета могут отличаться по разным валютам. Поэтому нужно по выбору и правильно осуществить оплату. Нельзя потом менять свое мнение и на invoice, который выдан по валюте евро, делать оплату в долларах или еще в каких-то рублях или каких-то других деньгах. То есть выбирайте, обдумайте, выбирайте и тогда по этому документу следуйте. Если вдруг произошли изменения, не волнуйтесь, оставьте этот invoice и сделайте новый. Закажите новый под те условия, которые вам более удобны. Вот это самое главное. Не меняйте местами invoice, валюту и из-за этого и получаются банковские счета и также суммы, которые должны быть отправлены. То есть сам invoice делает уже перерасчет в той валюте, которая конвертируется по расчету, по отношению к доллару, так как наши программы рассчитаны в долларах. Здесь слайд нашего кабинета, где вы можете найти свой новый invoice. Он всегда отмечается, последний, который вы заказали, отмечается красной отметкой и надо его скачать и распечатать или просто взять информацию от этого invoice. Предыдущие останутся у вас в истории, в памяти. Пускай они хранятся, если нужно образец, сделайте образец. Можно его и не использовать, но просто его создать, чтобы пройти этот путь и порекомендовать кому-то пользоваться этой системой оплаты. Дальше хочу сделать объяснение между разными SWIFT, то есть банковскими переводами. Обращайте внимание, последняя строка слева в SWIFT перечислений и справа международной тоже SWIFT перечислений, начиная от 10 долларов. Вот здесь и есть основная разница. Там, где написано от 10 долларов, действительно любая инвестиция, начиная с этой суммы, может быть проведена. С левой стороны SWIFT предусмотрен для инвестиций, начиная с 5 тысяч. Иногда пропускаются уже платежи и с 2,5 тысяч. То есть смотрите на более серьезные инвестиции, используйте этот SWIFT и создается документ на чешский банк. То есть здесь один банк, здесь другой банк. Разница в суммах и как один, так и другой SWIFT переводы требует верификации. Поэтому верификация очень важный этап. Не удивляйтесь, когда вы выбираете позицию SWIFT перевод, вдруг вас переводят на Advanced Cash оформлений. Это связано с тем, что кабинет не верифицирован. То есть не верифицированные клиенты оставляются на Advanced Cash, где тоже нужно отдельно создать свой аккаунт, сделать платежи. И также компании потребуют верификацию. То есть методы разные, используйте то, что вам лучше подходит. Все это говорит о том, что у нас выдвигается один важный момент впереди всех наших инвестиций. Это верификация. И хочу вас просто поставить в известность, что этот пункт нельзя обойти. Его придется выполнять. Мы долго об этом говорим, что верифицируем кабинеты старых инвесторов, старых партнеров. Многие это оставляют на последний момент. Но сегодня информация от компании, что учитывая нашу загруженность в последнюю неделю, и особенно, наверное, как всегда в последние дни, верификации может длиться два дня. И это говорит о том, что в последний день невозможно сделать проплаты, если кабинет не верифицирован постепенным оформлением документов. Поэтому старайтесь. Выбираем и другие методы, помогаем друг другу. Заранее уже делаем верификации, заводим средства в кабинеты. То есть делаем все для того, чтобы в последнюю минуту не остаться недовольными с тем, что чего-то не успели. Делаем все вовремя. И в последние дни останется тогда только провести свои все последние шаги уже внутри дирекцированных кабинетов. Я думаю о том, что это вы рассмотрите лучше ситуацию, какие средства у вас накопились на бонусных счетах, чтобы принять решение о программах с бонусных счетов. Делаю акцент. Это уникальное предложение с завышенным сконтом. Поэтому для многих это одноразовая инвестиция. Вот именно сейчас она будет в самый раз. Выбираем одну из четырех программ, то, что каждому по силам и по вашим возможностям и желаниям оформляем специальные программы для партнеров с бонусных счетов. Также это время в последние дни перед переходом. Это конвертация наших акционных счетов. На акционных счетах у нас акционные доллары, которые нужно конвертировать на вам подходящую программу из общей таблицы. Общая таблица одноразовая инвестиция. Ну, так как много сегодня участников, может быть повторяюсь, но хочется сделать акцент к акционному счету. Можно добавить нехватающие суммы из бонусных и основных счетов. Используйте эту возможность, чтобы ваш выбор был самым выгодным по основной таблице. Если смотреть на инвойс, очень важные нюансы, которые нужно соблюдать. Это понимание, куда инвойс нас направляет и какую информацию нужно внести в документ, который заполняется в банке. Через интернет банк или если вы приходите в банк. То есть платежное поручение. Вы сами заполняете, оформляете. То есть нужно учитывать, что новый инвойс предлагает нам и новых партнеров. Не бойтесь их, принимайте. Это партнеры по контракту с компанией Skyway Capital. Это партнеры, которые имеют определенные лицензии для принятия и передачи средств. И это важное дополнение в нашем общем коллективе, партнерском коллективе для того, чтобы успешнее проводить все банковские операции. Поэтому у нас новые партнеры TransTech. Это эстонская компания и платежная система. То есть в инвойсе указывается как получатель средств. Это PayHub. И здесь, пожалуйста, нельзя делать ошибки. И если вы заполняете банковскую платежку, то в ячейке получатель мы носим ноу партнера PayHub. Это очень важно. И на этого получателя и у нас банковский счет, также адрес. И дальше в документе покажу, что нужно отметить и страну получателя. Поэтому здесь все красным подчеркнуто. Кто делает в кабинете инвойсов, вы это все увидите и передаете информацию дальше своим партнерам и группам и командам для того, чтобы меньше было ошибок. Также цель платежа или цель платежа по-разному она называется в разных банковских документах, но смысл один и тот же. Для чего вносятся эти деньги и на основе чего. И вот тот текст, который подчеркнут здесь красным первые ячейки и внизу еще повторяется, этот текст просто нужно копировать. Если не хватает места, то есть мы сейчас прошли столько уже примеров, что хочется все быстро охватить и обо всем вас информировать. Если не хватает места внести такие длинные объяснения, то обязательно должен сохраниться номер, номер вашего инвойса, с которым здесь первая строка начинается, номер индивидуальный. Вторая запись, которая должна присутствовать, это дата выдачи инвойса, она тоже здесь указана. И получатель. И получателем здесь является, то есть для кого инвестирует, для какой компании инвестирует в 300. Здесь транс-тех, то есть посредническая компания, получатель наших внесенных средств, транс-тех. Эту компанию нужно указывать обязательно. И для того, чтобы быстрее опознать, от кого пришли средства, обязательно носите свой номер телефона. Вы знаете, наши кабинеты инвестируются, и нас опознают как клиентов, и если при случае каких-то недоразумений, то есть остается номер телефона. Это важно, еще раз пересмотрите, рекомендую просто один раз это пройти, все станет более ясно и понятно, и самое главное соблюдать все эти правила. Вот примеры заполнений. Здесь красным, еще раз акцент о том, что имя получателя PayHub AS. Дальше идет номер, адрес и еще раз акцент на то, что нужно указывать страну получателя. Страна в данный момент получателя Эстония. Для тех, кто заполняет как международный платеж, появляется еще и банк-партнер. Это бельгийский банк. Здесь данные тоже у вас внутри, в инвойсе они даны, и их просто нужно перенести в этот документ, в банковский документ. Те, кто делает европейский перевод, это не нужно, если вы оформляете европейский перевод, он более короткий и быстрый. Естественно, все затраты на перечисление берет на себя плательщик, то есть мы, как клиенты, и те, которые внутри Европы делают переводы, стоимость очень приятная. Это по банку. Это важно, потому что в эти дни идет уже напряжение, и вы понимаете, что все системы загружены, и очень не хочется заниматься тем, что какие-то платежи возвращаются, и не из-за того, что кто-то забыл, не знал, как правильно заполнять. Поэтому на это делаем все, все, все в эти дни делаем акцент, по какой системе пользуемся, и как это правильно делать. Дальше сегодня следующий такой акцент, это о выгодных программах и о новостях в наших кабинетах. Это есть и главная новость, тоже сегодняшняя наша встреча. Я открыла вам детскую программу. Прошлая наша встреча для тех, кто не присутствовала. Я задавала вопросы, можно сказать, делала опросник. У кого из вас есть детские программы для детей и для внуков, мы имеем как детей, так и внуков. И опыт, что показывает, что не все понятно, не все ясно, что и как делать, и при том, что в кабинете внесены изменения, и поэтому мы их сегодня рассмотрим. Две причины, для чего, почему мы сегодня делаем акцент на детские программы под названием студент и ребенок, малыш. Во-первых, в этих программах очень прекрасный дискомпт. И перед переходом на следующий этап не хочется, чтобы вы это пропустили и не обратили достаточно внимания на эти очень выгодные, интересные программы. Во-вторых, если рассматривать, что у нас такой коллектив лояльных инвесторов, которые многие из вас уже с 2014 года, с 2016, очень большое количество, то есть это уже инвестор со стажем. И обычно у этих инвесторов есть достаточно серьезно оформлен свой личный портфель. У вас есть свои задачи, свои цели, вы к ним идете, наверное, делали свои расчеты, как их достигнуть. И успешно двигать к тем объемам личных портфелей, которые себе наметили. И вот в этот момент хочется сказать, что многие уже чувствуют себя достаточно, скажем, хорошо. Даже зашли в зону комфорта, ждут только один момент выхода компании на IPO или возможность уже реализовать свои пакеты. Ну, придется еще чуть-чуть подождать, но в это время нужно подумать, если я все сделал для себя, сделали все для своих детей, для своих внуков. И в этот момент, конечно, жалко будет, если в 10 этапе вы поймете, что вам это нужно. А в 9-м не успели это сделать. Дисконт уникальный, программы очень хорошие. Я бы хотела обратить внимание и на цифры. Сейчас мы их немножко рассмотрим, потому что на экране в кабинете все цифры сразу видны. И нужно знать, как ими оперировать и где найти именно эту выгоду. Но первое, на что обращаю внимание, новость в кабинете та, что мы не можем оформить эту программу. На программе уже надпись «Перифицироваться» говорит о том, что первое, что мы делаем, мы заводим данные ребенка в нашем кабинете. Несовершеннолетним свой отдельный кабинет не открывается. Детские программы открываются в вашем кабинете. Любой взрослый человек имеет право открыть детскую программу на любого ребенка, на которого может представить документы. Поэтому мы, нажимая «Верификацию», попадаем на следующий раздел, который говорит о верифицировании несовершеннолетних. И начинается процесс верифицирования. И мы можем просто выбрать клавишу «Добавить несовершеннолетнего». И попадаем на анкету. Заполняем данные. И если вы выбрали программу, то сперва идет данные о программе и небольшая строка «Выберите несовершеннолетнего». Если у вас есть чего выбрать, ниже смотрите под синей строкой, нажимая «Выберите», открывается перечень. Если в вашем кабинете уже одна или несколько программ было открыто для детей, то все эти верифицированные дети будут там видны. И добавилась возможность добавить несовершеннолетнего. То есть, несмотря на то, что у вас там один или второй ребенок уже внутри, вы можете открыть следующую программу. Это все легко и просто. И нажимая на это, вы переходите на форму регистрации. Здесь такой акцент. Также до прохода верификации, проверки документов и получения статуса «Верифицирован» вы не сможете осуществить оплату. Это очень важно. Поэтому не оставляйте тоже на последний момент. Лучше сейчас уже заводить данные ребенка, заводить документы. Также нужны два подтверждающих документа личности и проживания. И оформляя документы, мы готовимся к оплате. Но здесь давайте поиграемся немножко с цифрами для того, чтобы их реально понять и увидеть выгоду. Когда вы выбираете программу, я беру образец программы студентов. Сперва рассматриваем программу студентов. Стоимость 150 долларов в месяц, расстрочка на 9 месяцев, основной пакет акций в пакете 155 250 и на такие условия дисконт в 115. Это является базой этого пакета. Но вы знаете, что в нем есть дополнительные условия и акцент сегодня на эти условия. В этом пакете, в детских пакетах обеих, есть возможность двойного платежа, двойной инвестиции. В этой ситуации 150 долларов на 2 раза это 300 долларов. И это дает дополнительный пакет акций 55 тысяч. Вот хоть на минуту представьте этот дополнительный пакет. За такое выполнение небольших совершенно несложных условий. 55 тысяч дополнительных акций. Это целая недвижимость, если к чему-то сравнить. В этой ситуации пакет уже выплачивается в течение 8 месяцев. И если вы не сбились с графика, и все у вас шло гладко, и вы действительно закрыли пакет за текущие 8 месяцев, то вы получаете дополнительный бонус 5750 акций. При том, эти 5750 акций предпочитается тому взрослому, кто выплачивал эту программу. То есть это как дополнительная благодарность за то, что вы позаботились о ребенке и соблюдали все условия выплат и правильно довели до закрытия эту программу. То есть это дополнительный бонус, и он действительно зачисляется вам на отдельный счет и добавляется к вашему личному портфелю при оформлении дальше. Но в целом мы смотрим, что этот пакет вместо 155 тысяч дает 216 тысяч акций. И на вложенную сумму, если распределить дисконт, это 160. И здесь открывается эта уникальная выгода этого пакета. Не пропустите это, просчитайте, знайте это наизусть. Умейте подсказать своим потенциальным инвесторам, также партнерам, потому что на вложенную общую сумму 1350 долларов получить дисконт в 160 – это, можно сказать, уникальная возможность. Вот и одна из причин, почему настолько выгодно выбрать детские пакеты и делать это именно сейчас, пока дисконт нам позволяет такие выгодные условия. Когда сделаны последние инвестиции, оформляется договор, здесь образец, я делаю образец на одном клиенте, на одном конкретном ребенке, да, поэтому вы здесь видели, скажем, имя ребенка. И когда мы переходим к фрагменту, только фрагмент поставила договора, то мы видим, что в договор тоже внесен уже сам ребенок. Это есть все эти дополнительные нюансы, которые у нас сегодня добавлены в кабинете, оформляя, вы получите договор, уважаемый на этого ребенка. И также этот ребенок потом уйдет в реестр и будет введена запись на него полностью на его пакет акций. Это немаловажно, это такие хорошие условия. Ну и также, может быть, стоит посмотреть на цифры программы «Малыш», потому что принцип тот же самый, только на другие вложения. Но хочу сказать, что при общей сумме хороший пакет, 87750 акций, дисконтом 150. Тоже для небольших ежемесячных инвестиций, 65 долларов в месяц, получить такой высокий дисконт – это уникальная возможность. У вас есть еще время рассмотреть эти предложения и найти, главное, найти тех клиентов и партнеров, и давних инвесторов, которым это может быть интересно. Я думаю, что этим стоит поработать. Читаю ваши вопросы, извините. Нет, Россия, то есть вопрос по банку, по возможности банковских переводов. Россия – это для России. Так как у нас появились новые партнеры по европейским банкам, то сегодня просто они больше объясняются. Все предыдущие системы, которые вам были удобны, они остаются и выполняют свою функцию. Смотрю еще ваши вопросы. То есть это главное, может по дисконтам все понятно, может быть. Да, спасибо, Ирина, за вопрос. Люблю этот вопрос, потому что я на него уже сто раз ответила, отвечу сто первый раз. Будет ли программа и что по дисконту 1х600? Конечно, не будут. Это давным-давно уже сказано и повторяю каждый раз. И хочется вас обрадовать, давайте порадуемся действительно к тому, что этот дисконт остается для всех лояльных инвесторов, которые в тот момент приняли правильное решение и поддержали в компании. Поэтому пользуйтесь спокойно этим своим программам, этим специальным дисконтам. Ну, пока вы наслаждаетесь этим подарком. Это действительно был подарок на Рождество, которое приближалось в 2015 году. Если вы пользуетесь этим подарком, то не забудьте о тех инвесторах и клиентах и партнеров, которые пришли в 2016 году, в 2017. И у них не было такой возможности, у них есть другие возможности. И в этих возможностях на текущий момент нужно показывать именно самый выгодный момент или специальные предложения. Поэтому я вначале напомнила у вас про специальное предложение из бонусных счетов. Не забудьте хорошо оформить и перевести свой акционный счет на пакет акций. Потому что в 10 этапе акционный счет у нас прекращает активный доход дополнительный. Это есть главное изменение в маркетинге, что этот счет закрывается, акционный счет закрывается. Может быть неправильно говорить закрывается, то есть он не будет закрытым, он останется. И этим счетом возможно будет в каких-то специальных ситуациях пользоваться, но не будет текущих доходов и накоплений на этом счету по вашей активности. То есть в 9 этапе этот дополнительный подарочный, можно сказать, бонус закрывается. Читаю дальше. Премиальные акции все будут оформляться, не волнуйтесь, сейчас еще в кабинете делайте дополнительные изменения, но при одном условии. Клиент, партнер, инвестор кроме подарочных премиальных 100 акций должен сделать хотя бы минимальную инвестицию. То есть для тех, у кого есть инвестиции, все премиальные акции будут оформляться и оформляются уже и будут оформляться. Для тех, кто имеет пустой кабинет и только 100 премиальных акций, но это именно тот момент, когда к этому человеку подойти и сказать, делай свой выбор, не потеряя это. Потому что без инвестиций подарочные акции оформляться не будут. Да, еще был вопрос, отвечу, как быть с акционными акциями, с акционными долларами, которых нужно перевести на акции. Желательно это сделать на девятом этапе, используя сегодняшний дисконт. Если кто-то об этом забудет, это пропустит, не зайдет в кабинет, вы через какое-то время обнаружите количество насчитанных акционных долларов, то вы сможете в тот момент их конвертировать по текущему новому дисконту десятого этапа. То есть никому ничего не будет отбирать, просто сегодня можно это конвертировать более выгодно. В десятом этапе это будет по дисконту десятого этапа. Поэтому все в ваших руках. Елена, думаю, что неправильный вопрос задаете. Даты никто не объявил, и сегодня я не буду объявлять. И думаю, что компания никуда не спешит. Она даст вам эту возможность, когда это будет правильный момент. И, как говорится, и законно, и правильно, и выгодно всем. Поэтому никто не обещал даты в этом году. И не стройте лишние иллюзы. Как говорится, живем текущим моментом и следим за актуальными новостями. По-моему, все вопросы закончились. Коллеги, действительно нет другого важнее новостей и другой информации, как четко понять, что такое последняя неделя перед этапом. Во-первых, пересмотрите свои планы. Это время достичь новой статусы. Пересмотрите хотя бы первую, но я бы рекомендовала 3-4 линии в вашей глубине. Пересмотрите своих партнеров и коллег. Кому-то не хватает маленьких хвостиков для того, чтобы перейти на новый статус, на новый уровень. В этот момент это более выгодно и удобно. Используйте эту неделю. Она, как говорится, с уникальными объемами, скоростью и результатами. Да-да, Елен, все в порядке. Все об этом говорят, потому что все об этом спрашивают и всем об этом отвечают. Но будем корректны. Никто не называет дату и не дал никаких обещаний. И эта дата не объявлена. У нас в компании есть много желаний, много планов и прогнозов. Но есть и конкретные вещи. Вот сейчас самый конкретный момент – это переход на 10 этап. Это точно. Все остальное у нас прогноз. Прогноз на будущее. Насчет таблицы 10 этапа. Она будет, как всегда, она приходит под самый конец перехода. Но, коллеги, мы не первый раз переходим этап. Да, и есть уже определенный опыт и уже озвученные цифры в целом. Это в среднем 25-30% смены дисконта. В каждой программе может быть небольшой нюанс в этой цифре. Но в среднем дисконт поменяется на 25-30%. И что вы сегодня будете рисовать в этих цифрах? Показывайте выгоду, то есть стоимость. Сегодня показывайте стоимость одного доллара. То есть его соотношений в каждой программе. Поэтому я предлагаю делать акцент именно на те программы, в которых при меньшей затрате можно получить больше выгоды. Но используя правильные шаги, как у нас всегда, есть два предложения. Мы можем увеличить свой доход в программах, делая определенные активности. Или двойную инвестицию, или приглашение двух людей. Когда лучше приглашать людей. Действительно, в данный момент, пока мы знаем, что есть такой дисконт. А те, которые не готовы прийти, им не надо большую математику устраивать, и они придут в другой момент. Вы сегодня знаете, что у вас лучшие предложения. Да, насчет цифр, да. То есть подождите неделю и получите цифры десятого этапа. В среднем процент смены дисконта, он... Вообще-то дисконт объявлен, да. Если прочитать документ 15 этапов развития, то мы идем по этим дисконтам. Они соблюдены более в девятом и предыдущих этапах. И также по этой схеме мы перейдем на десятый этап. Вы можете их открыть и посмотреть. Цифры озвучены не на каждую программу, а в целом. Ну, на этом сегодня больше не задерживаемся. Я думаю, что это у нас... Иделя пробежит быстро, и мы начнем уже привыкать к новым цифрам. Не удивляйтесь, если еще успеем делать смену в кабинете, да. Планируется смена визуальной подачи информации. То есть нельзя говорить, что это новый кабинет, но все-таки некоторые функционалы в нем могут поменяться. И оформление программ будет меняться. Если справимся с запланированным работом, делаем это еще перед сменой. Ну, то есть в это время, когда мы переходим на десятый этап, переходим и на другое оформление. Поэтому, увидев новое исполнение в кабинете, просто быстро привыкаем, научимся ориентироваться. И для этого еще будем встречаться и новости будем изучать. Конечно, в десятом этапе будут и дополнительные возможности. О них будем говорить в тот момент. Сегодня хотелось бы, чтобы вы поймали еще лучшие предложения, сумели их объяснить, рассчитать и предложить своим партнерам и инвесторам. Хочется пожелать всем успехов. Если нет активных, актуальных вопросов, сегодня заканчиваем. У нас, наверное, у всех очередь с клиентами. Нужно идти и продолжать активно закрывать этот партнер. Коллеги, успехов вам! Таких результатов, которые вас радуют. Вы много что делаете сами для себя. Мы делаем все вместе для большого проекта. Но когда мы помогаем проекту, сперва мы, конечно, меняем свои возможности, свое будущее. Поэтому удачи вам в этом, чтобы вы достигли своих планов и целей и результатов еще в девятом этапе. А в десятом уже будем планировать все снова и продолжать свое партнерство и сотрудничество. До очень скорой встречи. Спасибо вам и за хорошие слова, и за вопросы, и за все то, что вы делаете. Встречаемся уже на грани... А, коллеги, коллеги, хочется напомнить еще одну вещь. Почти забыла. Это приглашение вас на международный телемост, который мы планируем 16 сентября. Подключайте свои команды для новостей. Вот и будущее десятого этапа будет уже проговорено на телемосту. 16 сентября в 12 по московскому времени мы встречаемся в большой команде. Ну и, конечно, встречаемся на наших конференциях. Прекрасные конференции. В сентябре можно посмотреть еще мир и слетать в Италии и в Германии. Прекрасные конференции с выступлением директоров и разных спикеров. И, конечно, встреча с одномышленниками. Всем хорошего настроения на конференциях и на каждый день. До скорой встречи, коллеги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова